Даже не успели собак отвязать. Из-за поджога травы на Алтае сгорели семь домов. ЧП произошло в селе Новообинцево-Шилоболихинского района. Подробности трагедии выяснили корреспонденты «Комсомольская правда» Барнаул. Как рассказали местные жители, огонь пришел с поля, оттушили чем могли, но дома не уберегли. Две семьи сейчас находятся в пункте временного размещения. Им пообещали выплатить компенсацию около 12 тысяч рублей. Как можно помочь пострадавшим, читайте на «Комсомольской правде» Барнаул. А корреспонденты Бийского рабочего сообщают о том, что местный исправительный центр скоро может оказаться забитым под завязку. Дело в том, что аналогичные учреждения в ближайших регионах заполнены на 100 процентов и осужденных отправляют в Наукоград. В связи с этим руководство исправительного центра Бийска обратилось к предприятиям с предложением наладить взаимовыгодное сотрудничество. Центр УФСИН предоставляет кадры, предприятия делятся работой. Известно, что одно из местных производств уже готово взять на работу швей. Сексуальная учительница из Барнаула получает на новой работе 14 тысяч рублей. Об этом пишет московский комсомолец на Алтае. Татьяна Кувшинникова, которой пришлось уволиться из школы из-за скандала с фотографиями в купальнике, теперь трудится в Алтайском краевом институте повышения квалификации работников образования и получает на 2000 больше, чем раньше. Недавно и также предложили подработку в издательстве «Просвещение», где она будет вести рубрику о здоровом образе жизни. Это новости не только на московском комсомольце. Алтайская прокуратура обнаружила нарушения в организации питания детей школы «Зато-Сибирский». Об этом пишут аргументы и факты на Алтае. В ходе проверки, например, было установлено, что в питании использовались маринованные овощи, а некоторая пищевая продукция не имела необходимой маркировки. Директору учреждения внесено представление об устранении нарушений. Подробности на АИФ Алтай. Барнауле сгрозит обратиться в суд из-за рекламы про мужиков без трусов. Статья под таким заголовком размещена на банкфаксе. Житель краевой столицы посчитал оскорбительной рекламу, которую в преддверии 23 февраля разместил один из магазинов товаров для отдыха и рыбалки. Требования активиста и его комментарии читайте на банкфаксе.